Добрый всем день! Сегодня у нас 24 ноября 2022 года. Сегодня Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. И самое главное вообще, что я вам сегодня скажу, сейчас я расскажу об обстановке, что было, но самое главное, что я хочу сказать, цените то, что у вас есть. Те благо цивилизации, которые сейчас у вас есть, цвет, вода, электроэнергия. Это когда вы можете с легкостью пойти в магазин и что-то купить, хлеб свежий, и он там есть, и магазин открыт. И можете кому-то позвонить родным, спросить, как они. Цените это все, а главное, оцените своих родных и близких. Самое дорогое, что у вас есть, это жизни ваших детей, вашей семьи, ваших друзей. А все остальное, эти мелкие склоки, какие-то ссоры из-за пустяков, которые были у нас в обыденной жизни. Не обращайте больше на это внимания. Даже если вы с кем-то сейчас в ссоре со своими родственниками, позвоните им обязательно. Попросите прощения, я думаю, они тоже. Ну, в общем, наладьте отношения, помиритесь. Это ничего не стоит. Но вам так будет легче жить и лучше. Итак, сейчас, что же у нас было? Вчера выключили свет, я для вас сняла второй ролик, и загрузить я его уже не смогла. Интернет не работал, свет не было, не было электричества. Сразу же начали остывать батареи, и они остыли к вечеру. Ночью мы страшно замерзли. Зарядили телефоны, начали друг другу звонить, родственникам, знакомым. Позвонить уже не смогли. Связь отсутствовала. Никому не смогли ни позвонить, ни написать, ничего. В этот момент, как мы себя чувствовали? Ну, я даже не могу вам передать, как. Потому что самое страшное, когда вот ты не можешь связаться, бог с ним, с тем интернетом. Бог с ним, что я не могла вам загрузить видео. Это все не важно. Важно было то, что мы не могли позвонить, допустим, нашей бабушке. Не могли позвонить родителям, спросить, как они, как все, и как у всех дела, и живы-здоровы, и что происходит. Ну, в общем, ничего мы этого не смогли. Это было самое печальное. Дальше ночью. Стало очень холодно в квартире. Я проснулась от страшного холода. Мы спим под очень теплым одеялом и в теплых вещах. Но квартира остыла, батареи стали ледяными. И Амиран все время просыпался без света, кричал, ему было страшно. Ночник разрядился. Он работает от зарядки. В батарейке в фонарях. Сейчас, простите, что я так говорю. Я просто всю ночь, честно говоря, не спала. Так что, ну, вот снимаю, как есть. Батарейки разрядились в фонарях. И вот он просыпался. Я еще подсвечивала аккумуляторами как-то, как могла. Телефоны уже все разрядились, пауэрбанки разрядились. А, в общем, утру у меня не было ничего. Я пошла в одно кафе, попросила зарядить телефон. Wi-Fi у них тоже не работал, ничего не работало, интернет. Телефон мне зарядили. Ну, и потом уже в 12 часов или в час дали свет. То есть света не было сутки. Я не знаю, что будет. Я не знаю. Пока что на сегодняшний момент я сейчас пошла. Рассказываю утро после того, как включили свет. Час я стояла за хлебом в очереди. Очереди в магазин были сумасшедшие. Хлеб испекли, но час я простояла в очереди за хлебом и водой. Дальше. Сейчас я нигде не могла снять наличные деньги. Наличные деньги с карточки нужны были, чтобы купить аккумулятор. Аккумулятор. Ну, слава богу, я нашла, я сняла. Наличные деньги снять можно с карты. Но это так вот. Нужно побегать, поискать, где еще остались деньги, где подвезли инкассаторы. И пока что сегодня мне должны привезти автомобильный аккумулятор, так как я и говорила, с переходниками. Ну, а насчет генератора пока не знаю. Очень у многих, я вот смотрю, очень у многих уже в домах, под домами гудели. Вчера генераторы работали. Ну, тут же еще главное, чтобы было топливо, чем его топить, чтобы был бензин. На такой сегодня уставший вид. Ну, как есть, вот так вот я вам показываю. Сейчас пошла еще, сходила на рынок, кое-что купила из продуктов и бегу. Сейчас Амиран у бабушки, я забегу. Устала просто страшно. Вот такой вот был день, вот такая вот правда жизни. В Харькове я никому не жалуюсь. Еще раз повторюсь, кто не подписался на канал, подписывайтесь обязательно, нажимайте колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok